Соединенные Штаты Америки, страна, которой в будущем суждено было стать центром западной цивилизации, начиналась всего с 13 колоний, некогда основанных англичанами в новом свете. В первых десятилетиях 17 века в Северную Америку устремился поток переселенцев из Европы. Особенно много среди них было англичан. Пуритане отправлялись на чужбину, спасаясь от преследований правительства и англиканской церкви. Многочисленные крестьяне, которые в процессе огораживания были согнаны с земли, также надеялись обрести пристанище на далеких берегах. Но кроме тех, кто ехал в далекую Америку добровольно, в колонии отправляли в ссылку из способных работать преступников и затевающих волнение бедняков. Первое постоянное английское поселение было основано в 1607 году в устье североамериканской реки Джеймс на территории нынешнего штата Вирджиния. Спустя 13 лет, 21 ноября 1620 года, к мысу Трески, расположенному намного севернее Вирджинии, причалил корабль «Мэйфлауэр» – майский цветок, на борту которого находилось сотни изнуренных трехмесячным плаванием английских пуритан. Прежде чем сойти на берег, отцы пилигримы, так называли этих пуритан, подписали между собой Мэйфлауэрское соглашение о том, что они будут строить на этой земле новую жизнь по законам пуританской веры и морали. Этот документ считается первой североамериканской конституцией. Затем на месте высадки пуритан возник город Новый Плимут. Это было началом новой колонии, получившей название Новая Англия. Сейчас, 21 ноября, отмечается в США как праздник – День Отцов Пилигримов. Мужественных колонистов ждали на чужом берегу суровые испытания. Первые урожаи они собрали слишком поздно, поэтому запасов на зиму оказалось недостаточно. Холодная зима вынуждала их жить на корабле. Болезни и голод унесли жизни многих из них. В суровые месяцы своими запасами с европейцами делились местные жители. С наступлением весны, полагаясь только на собственные силы и упорства, пуритане начали обживать негостеприимный берег. Они строили дома, расчищали земли и разводили на них огороды. Огромную помощь оказали англичанам индейцы из племени иракезов, научившие их выращивать кукурузу и ловить рыбу. Следующая осень порадовала переселенцев богатым урожаем кукурузы, ячменя, бобов, тыквы. В знак благодарности колонисты пригласили индейцев на специально устроенный в их честь торжественный обед. Индейцы принесли с собой красно-коричневых индеек, которых зажарили на костре. Это событие послужило поводом для создания еще одного праздника, столь любимого американцами – Дня Благодарения. Первым переселенцам помогали выжить установившиеся в их поселениях общинные порядки. Продукты, припасы и инструменты были общими и распределялись между всеми колонистами. Постепенно на Атлантическом побережье образовались все 13 колоний, население которых составляло 2,5 миллиона человек. В отличие от отцов-пилигримов, новые колонисты не церемонились с местным населением. Жившие здесь индейцы, иракезы и алгонкины были большей частью вытеснены в другие области или истреблены, а их земли захвачены. Европейцы-колонисты любили повторять «Земля – это поместье, дарованное Богом человеку. Но большая часть ее заселена и беззаконно узурпирована дикими животными и неразумными существами или грубыми дикарями, которые по причине своего безбожного невежества и богохульственного идолопоклонства хуже самых диких зверей и свирепых животных». Захватив земли индейцев, колонисты начали активно строить поселки и заниматься сельским хозяйством. Однако не во всех колониях сложился одинаковый жизненный уклад. Наиболее успешное экономическое развитие происходило в областях Новой Англии. Здесь стало распространяться фермерское хозяйство, здесь создавались первые мануфактуры и банки, здесь активно налаживалась торговля, центром которой стал город Бостон. Этот город стал перевалочным пунктом между северными и южными колониями. С севера купцы и торговцы везли на юг рыбу и промышленные изделия. В южных колониях землевладельцы закладывали обширные плантации, на которых выращивали хлопок, табак, рис. Главную рабочую силу на плантациях составляли привезенные из Африки негры-рабы. Условия их труда были невыносимыми, а за побег их жестоко наказывали. Кроме того, на хозяев в течение нескольких лет должны были работать законтрактованные слуги или так называемые беглые рабы. Ими становились неимущие переселенцы-европейцы, которые заключали с купцами или владельцами судов договор. Доставив бедняков в Америку, те могли перепродать их местным работорговцам. Так в колониях сложились разные типы ведения хозяйства. На севере все было основано на капиталистических отношениях найма рабочей силы, а на юге господствовало рабовладение. Но между севером и югом располагались среднеатлантические колонии. Здесь не было рабовладения, как и на севере, но было развито сельское хозяйство, как на юге. В среднеатлантических колониях выращивались зерновые культуры. Здесь же находились центры по продаже зерна. Постепенно складывался единый внутренний рынок с центром в среднеатлантическом городе Нью-Йорке. Колонисты были выходцами из десятка стран, но к XVIII веку их потомков уже объединяла единая историческая судьба. Общим для всех языком стал английский. Но речь каждого колониста пестрела французскими, индейскими, немецкими словами, так возникал новый американский английский язык. Управлялись колонии губернаторами, которых лично назначал английский король. Губернатор обладал и судебной, и исполнительной, и законодательной властью. Кроме того, в колониях существовали органы самоуправления, колониальные ассамблеи, которые состояли из двух палат. Члены Верхней палаты Совета назначались губернатором из числа представителей аристократических фамилий. Состав Нижней палаты определялся выборами на основе открытого голосования. Участвовать в избирательной кампании могли мужчины, состояние которых удовлетворяло высокому имущественному цензу. Ассамблеями определялись в том числе и жалования губернатора и права населения. Поэтому губернаторы были вынуждены считаться с органами самоуправления. Жизненный уклад проживающих в колониях Великобритании людей определялся правилами, заложенными некогда пуританами-переселенцами. Они считали себя избранным богом народом и верили, что знают путь к всеобщему спасению. Для этого, по их мнению, нужно было, чтобы каждая семья, религиозная община и всеобщество в целом соблюдало определенный порядок. В семье никто не смел оспаривать власть отца, вообще не проповедника, а в обществе церкви. Каждый человек должен был проводить свои дни в труде и служении богу. Праздность же пуританами порицалась. Воскресенье считалось днем молитвы, и если в этот день кто-то из колонистов был уличен в светской беседе, то виновного ждало серьезное наказание – колодки и позорный столб. В XVII веке практиковалась также и охота за ведьмами. Колдовство считалось в новом свете более страшным преступлением, чем убийство. Почти все школы и другие учебные заведения находились под властью церкви.